На посадку заходит самолет Си-130, его еще называют Геркулес. Это воздушное судно со стороны воздушно-десантных войск Египта. На нем прибыла часть участников учений и командования. Всего на международных российско-египетско-белорусских учениях десантных войск под названием «Защитники дружбы-2019» уже прибыло больше ста человек. Это воздушно-десантные силы с египетской стороны. В 2018 году подобные совместные учения проходили в их стране. В этом заграничных гостей принимает Рязань. Всего в учениях принимают участие три страны – Россия, Беларусь и Египет. На станцию разгрузки в Рязани уже прибыл эшелон Республики Беларусь с личным составом и более чем 50 единицами вооружения и военной техники. В соответствии с планами международной деятельности в Министерстве обороны Российской Федерации проводится совместное российско-белорусско-египетско-картическое учение с 19 по 28 августа на полигоне Дубровича, Рязанский область. Сегодня без срыва прибыли воинские контингенты сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения правоохранительных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет. Сегодня планируется размещение личного состава в полевом лагере. Завтра осуществляется слаживание подразделений для их совместных действий. Всего учения продлятся 10 дней с 20 по 29 августа. Международные российско-египетско-белорусские учения десантных войск «Защитники дружбы-2019» пройдут в три этапа. В них примут участие более тысячи военнослужащих. От ВДВ России около 650 человек. От вооруженных сил Египта больше 150 и от Республики Беларусь до 250 военнослужащих, а также больше 100 единиц боевой и автомобильной техники и транспортные самолеты. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.